Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджитима, канал о моде красоте, а также об умном шопинге. Поскольку парикмахер вчера похвалил мою прическу, сегодня я снова запишу видео о волосах. Наверное, я даже передвинусь на такой фон, который является мне убирателем эхо, и также, в общем-то, на этом фоне темноватым не видно, когда мои волосы где-то торчат. Очень хороший, очень удачный фон. Речь сегодня пойдет действительно о продуктах для волосах, о двух продуктах, потому что одна моя зрительница написала мне, спросила мне, Яна, вы являетесь поклонницей Вартана Болотова? Это действительно так. У него очень много видео, которые я, например, с трудом смотрю, потому что он матерится постоянно в этих видео. Но потом, в общем-то, когда он стал работать как раз-таки с Solerm Cosmetics, в общем-то, видимо, его в определенной рамке поставили, поэтому его видео стало смотреть более приятно. Я на самом деле Вартану даже хотела написать, что если он когда-нибудь будет здесь в Венеции, я ему сделаю экскурсию по Венеции и даже, в общем-то, где-то в каком-то кафе угощу дорогим венецианским кофе. И если он подстрижет меня где-нибудь прямо-таки на лавочке, без очков, даже если он свои очки забудет, он все время говорит, что у него зрение портится и садится. А для парикмахера это очень важно. Я буду очень-очень рада и доверю свои волосы, свою голову, в общем-то, в его руки, прямо-таки где-нибудь на венецианской скамейке. Действительно, Вартан Болотов очень повлиял на то, как я стала воспринимать свой личный уход за волосами. Я пришла к его видео, когда я уже, в общем-то, вышла из схны, вышла из натурального ухода, и когда я, ну, более-менее смогла носить распущенные волосы, как сейчас. Опять же, моя зрительница часто меня спрашивает, почему я не делаю никакие прически. Я практически три года ходила с пучком и была вынуждена делать различные прически. У меня было очень много ободков резинок, и сейчас даже не знаю, я практически их не ношу, не знаю, куда их деть, потому что я просто устала от этих всех причесок, от этих всех гулек, от этих всех хвостиков, пучков, а-ля ананас, а-ля балерины и так далее, и так далее. Я люблю распущенные волосы, и плюс мне так комфортно, я не люблю, когда мне где-то тянет. И очень многие вещи, которые я рассказываю, которые я пропустила через себя, я действительно узнала из видео Варта Наболотова, но, повторюсь, его можно посмотреть, большую часть его видео, только если вы являетесь прямо-таки вот поклонницей, если вы смогли услышать, если вы, что называется, на той же волне находитесь, то тогда да, это ваш блогер. Если нет, то действительно многие с трудом его слушают, не могут его слышать, и я понимаю, почему. Итак, у меня есть действительно два продукта Солерм Косметикс. Почему? Я никогда о них не говорила, хотя об этом продукте я упоминала, когда говорила про кавитационное восстановление волос. О нем я тоже узнала через Варта Наболотова, и также, как и Варта Наболотова, большое ему спасибо, приобрела над им себе плойку, и кавитационное восстановление волос, что является самым простым ультразвуковым восстановлением волос, можно делать себе прекрасно дома. Не нужно платить за это бешеные деньги в салоне. Эффективна эта процедура, либо нет, как раз-таки под вопросом для меня лично. Именно поэтому я никогда не рекомендовала вот эти два продукта, и никогда не делала на них обзор, потому что я остаюсь убежденной в том, что если вы отращиваете вот такой уже поврежденный волос, поврежденный окрашиванием, тем более обесцвечиваниями, я убеждена, что отрастить можно хорошую длину, учитывая, что здесь особо-то сохранять уже нечего, просто на недорогом кондиционере для волос. Вот шампунь и недорогой кондиционер, даже не маска, ни на что больше тратиться не стоит. И я чувствую, что я, в общем-то, несу некоторую ответственность, когда я говорю, что вот этот продукт хорошо работает, а вот этот не очень. Именно поэтому я и пыталась избежать обращения непосредственно к этим продуктам. Стоят они дорого? Стоят они дорого. Их очень трудно найти в Италии, потому что не продаются они в розницу, и Салерм, например, не представлен в Италии. Я не нашла ни одного салона, который был в нашей зоне. Здесь работала на Салерме, если не ошибаюсь, это испанская марка, с трудом, наверное, заказала на Амазон. Четыре ампулы, кератина, именно о них идет часто речь в видео у Вартана Болотова, стоит 20 евро. Однажды я купила их за 16 евро, вот такую упаковку с четырьмя ампулами, была очень довольна. Но потом так получилось, что я заказала, я опять же уже не помню, вот в одной упаковке было 10 таких коробок, а может быть 12 таких коробок. И все это обошлось мне в 20 евро. Это получается, что одна коробка обошлась мне, ну, очень-очень дешево. Посмотрите, 16 евро, за которые я купила. И средняя цена за 4 ампулы здесь, в Италии, составляет примерно 24 евро. Именно из-за того, что эти ампулы трудно достать, именно из-за того, что эти ампулы дорогостоящие, я никогда и не рекомендовала их, потому что я знаю, что такое желание отрастить волосы. Я знаю, что такое вот эта вот иллюзия, вот эта вот надежда, что ты купишь, ну, вот этот продукт, который подошел к какой-то там девочке, к какому-то там блогеру, либо просто твоей соседке, которая была за границей, привезла себе какой-то суперпродукт из Японии, из Китая, из Кореи, куда угодно она ездила, и ты на это возлагаешь надежды, думаешь, что ну вот с этим-то продуктом у тебя точно будут гладкие и шелковистые, потому что ты этого достойна. Вот именно с этим продуктом ты завтра проснешься, в общем-то, как рапнуцель с длинными волосами, которые за тобой, в общем-то, по лестнице будут где-то там волочиться. И поскольку эти продукты хороши, но не настолько эффективны, насколько очень часто мы, женщины, возлагаем на них свои надежды, именно поэтому никогда обзор я и не делала. Итак, этот кератин действительно мне очень нравится. Этот кератин необходимо применять, что называется, холодным, то есть он не требует никакой горячей плойки, он не требует никакого горячего фена, но он требует, как говорит Вартан Болотов, именно поэтому я купила себе плойку ультразвуковую, она стоит примерно 70 евро, примерно 100 евро, то есть вот в таком диапазоне можно найти. Здесь, в Италии, с трудом я ее нашла на Амазоне, было всего два производителя таких плойек, возможно, сейчас их несколько больше, соответственно, возможно, и цена несколько упала на эти плойки. Вартан Болотов сам рекомендует такие плойки покупать на Алиэкспресс, говорит, что они ничем не отличаются от европейских, в Европе произведенных плойок для ультразвукового восстановления. Много раз он рекомендовал, много раз он говорил, что да, на Алиэкспресс можно без труда найти за 2000 рублей очень хорошую плойку, и, в общем-то, она будет работать очень хорошо. Поэтому, если вы задумаетесь о покупке вот такого кератина Салерм, то вы должны, наверное, задуматься и о покупке плойки. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что очень часто у меня остается немного этого кератина. Одной ампулы мне хватает на три нанесения. И вот на четвертое нанесение у меня бывает остается прямо-таки в пластиковом наконечнике, вот такой пластиковый наконечник для удобства выдавливания этих ампул находится. И вот такая достаточно большая ампула. На мои худенькие и житенькие мне хватает на четыре нанесения. Но Вартанг Болотов говорит, и действительно это так. Этот эффект нанесения этого кератина имеет эффект накопления. Вы поймете, что потом вам будет достаточно буквально с ноготь мизинца кератина на все волосы. И вот у меня бывает и остается вот этот вот ноготь мизинца. И для всех волос его мне пока не хватает. И я использую его без плойки на самые обычные волосы. И могу сказать, что даже просто кератин, вот такой, нанесенный на волосы, влажный, отжатый полотенцем, потом вы наносите этот кератин, расчесываете их для ровного распределения кератина расческой. У меня тангл-тизер, много раз я о ней говорила, но у вас может быть любая расческа. Тангл-тизер действительно очень хорошая мягкая расческа для тем более таких вьющихся волос, которые очень сильно путаются. Вы наносите и просто сушите феном, либо не сушите феном, но когда я наносила, я сушила феном, потому что мне нужна была укладка. Вы увидите результат, вы его почувствуете. Поэтому, как потребитель, могу сказать, что этот продукт работает очень хорошо, даже без вот этой плойки. И я сейчас не вспомню, как необходимо его применять по инструкции, потому что я применяла его так, как рекомендовал Вартан Болотов. И на самом деле даже не вспомню, как необходимо его по инструкции самого Салерма применять. Но могу с ответственностью всей сказать, что если вы купите такие ампулы, достанутся они вам недорого, вы легко их купите, не будете платить за доставку. Это продукт, который стоит, наверное, попробовать. Просто наносите на влажные волосы, просто сушите, и волосы очень мягкие, очень блестящие, волосы не пушатся, волосы действительно очень-очень красивые. У меня также есть вот такая маска Салерма. Здесь целый литр продукта. Очень вкусно пахнет, химическая малинка я называю. Но этот запах очень нравится моим детям и очень нравится моему мужу. Хотя бы прям-таки химический запах, но и мне он тоже очень нравится. Этот бочонок я купила очень давно, до того, как начала записывать канал. Поэтому, в общем-то, своих зрителей я не обманула, говоря о том, что действительно просто без маски можно наносить, отрастить хорошие волосы. Наношу эту маску крайне редко, ее очень много, не видно здесь, но ее очень много. То есть ее больше половины. И находится эта маска у меня, наверное, 3 года, 4, возможно, даже сейчас я не вспомню. Могу сказать, что эта маска неплохая. Силиконы стоят где-то там в конце, где-то там к серединке ближе. Она заявлена тоже как маска с кератином. Не разбиралась я в ее составе, потому что вот просто купила. Тогда и мне нужна была маска, я тогда в них верила. Могу сказать, что волосы тоже мягкие, волосы тоже хорошие. Но прямо-таки какого-то вау-эффекта я не наблюдаю. Если вау-эффект от кератина, который при этом, правда, стоит достаточно дорого, повторюсь, 20 евро за 4 ампулы и 43 евро, в 40 евро мне обошлась вот эта литровая упаковка маски, то, безусловно, кератин поэффективнее будет. Но и соотношение цены, цены и эффекта, оно, в общем-то, несопоставимо. Вот этот продукт, не рекомендую на него тратиться, если вы его встретите. Какого-то вот прямо-таки эффекта-эффекта, ну, скорее всего, вы не почувствуете. Самая обычная маска из супермаркета сделает вам примерно такой же эффект, хотя состав у этой маски неплохой. Ну, а кератин, кератин рекомендую попробовать. Но, опять же, если у вас нет возможности купить его в таком легком доступе, хотя бы за те же самые 20 евро, то искать его, переплачивать огромные деньги за доставку я бы все-таки не стала. Есть продукты, повторюсь, самые обычные супермаркеты, например, самый обычный кондиционер, который тоже может сделать вам очень-очень хороший эффект, если вы поддержите его подольше на волосах, возможно, даже на кончике оставите на ночь. Кстати, Вартан Болотов, за что я его очень люблю, он рекомендует потрясающие вещи. Он обращался однажды к парикмахерам и говорил, что вот есть такие клиенты, которые очень хотят, но очень хотят, чтобы за ними поухаживали, чтобы волосы им полечили. Говорит, возьмите самый обычный кондиционер, который у вас есть, нанесите ему на волосы, посадите его под тепловой колпак. Но в нашем случае, когда у нас нет такого колпака, это может быть самый обычный фен, либо горячее полотенце. Очень часто в Италии прикладывают горячее полотенце на такие вот влажные волосы, прямо-таки горячее-горячее, оборачивают голову, несколько раз меняется это полотенце. Говорит, посадите его на полчаса куда-то, и вы, когда будете укладывать ему волосы, у него волосы будут как после ботокса для волос, счастья для волос. Говорит, любую процедуру возьмите, вот вы получите такие волосы. Я пробовала, но до того, как я узнала Вартана Болотова, и мои подружки по Москве, еще даже когда я не родила Егора, знают, что я смогла отрастить очень длинные волосы, как раз-таки вот на таком простом способе. Я на ночь оставляла кондиционер, иногда на две ночи его оставляла, потому что у меня был маленький Егорка, и не всегда возможно было смытие. И действительно, волосы отрастают очень хорошие, прежде всего, потому что они не травмируются, они в этом пучке, замотанном с кондиционером, все время находятся, поэтому действительно очень действенный способ. Ну и напоследок хочу сказать вот об этом несмываемом средстве. Некоторые зрители меня спросили, Яна, ну силиконы, ты ведь против силиконов, ты считаешь, что это нехорошо? Во-первых, в этом средстве. Это средство Davinos, молочко что-то там называется. Вставлю сюда какую-нибудь фотографию, чтобы вам было видно. Это вообще марка, которая очень натуральная. Она заявляет, что у нее 99,9% ингредиентов натурального происхождения. Поэтому здесь нет силиконов, здесь их быть не может. У марки Davinos, если вы хотите себе прямо-таки хороший, дорогой натуральный уход, для вас марка Davinos. Вот я лучше марки, она не био, она не эко, она просто натуральная. Вот лучше марки я на данный момент не знаю. Но повторюсь опять же, это не био и не эко. То есть это нужно совершенно четко понимать, что это разные, разные составы, по-разному они работают. Но действительно натуральные составы. У них очень хорошие шампуни. Редко такие шампуни вне линейках био можно встретить. Я много раз говорила, что я написала им письмо, попросила несколько... Пришлите мне компионов, называется, получается, пробников, несколько пробников. Пришлите мне, пожалуйста. Я обозрию вашу марку, потому что очень-очень она мне нравится. Но они остались глухи к моим просьбам бесплатных каких-то вещей. Я купила в итоге себе шампунь и купила это средство, и также что-то там еще купила. Поэтому это средство без силиконов, не смываемое средство. И вообще марка Davinos, на мой взгляд, очень-очень хороша. Правда, стоит она недорого, но и недешево. Точнее, она стоит недешево, но и недорого. Это вот, в общем-то, цена ее... Цена является ее, возможно, одним из недостатков. Но составы, повторюсь, очень-очень хорошие. Если эта марка продается в вашем городе, если вы можете ее себе позволить, это марка, которая достойна того, чтобы хотя бы быть попробованной. Вот такие... Что ж, вот такие хитрости про волосы существуют у меня. Не особо часто я ими пользуюсь. Эти ампулы за тем, что их нужно все-таки наносить, и нужно время. Стоят, ну, практически не использованы. Купила я их очень-очень давно. Но когда вы видите... Вот у меня прям причесочка такая гладенькая. Бывает это редко, но бывает. То, в общем-то, скорее всего, это ампулы кератина, либо тот вэлла-продукт, о котором я говорила в другом видео, про гладкие с зеркальным блеском волосы. Желаю всем красивых причесок, легких причесок, за небольшие деньги и за малое количество потраченного времени. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Продолжение следует...